поговорим про этот объектив это по сути объектив за копейки с крутыми параметрами это tt artisan 35 миллиметров 1 и 4 очень такая необычная линза ну прежде всего потому что 1 и 4 это обычная диафрагма которая хорошо размывает фон и обычно присуща таким большим крупным объективом и форма его ну обычно вот вот где-то вот такая вот такой вот размер а здесь же он просто крохотулечные и они это умудрились ну естественно линза это не автофокусная но в любом случае это очень интересные параметры этот объектив сделан полностью полностью из металла с одной стороны конечно он кажется очень маленьким а с другой стороны ну приятное ощущение и вот все элементы сделаны даже не плохо я бы даже сказал хорошо но за эти деньги так точно с другой стороны по качеству ну правда нет никаких вопросов хотя и выглядит он немножечко смешно и забавно кстати на этом объективе нанесена схема линз вот если фокусировочное кольцо установить на бесконечность то есть вот так вот покрутить то вы увидите здесь схема как линзы установлены внутри это довольно забавно я такого до раньше никогда не видел хотя я не уверен что именно так они там и расположены потому что внешняя линза вроде бы не особо то такая выпуклая как здесь нарисовано конечно многие хотят разбираться в том как устроены линзы какие там внутри фокусные группы я не настолько гик этого процесса производства объективов мне достаточно чтобы линза в принципе хорошо интересно снимала вообще сама линза довольно необычная мало того что она небольшая по размеру она напоминает ну друзья что она вам напоминает вот в такой форме лично мне она напоминает атомный реактор потому что сходится от широкого основания к узкому наверху и обычные объективы как раз строятся по другому по другому примеру и также у нее очень необычная крышка которая закручивается на резьбу для фильтра что в общем то тоже не свойственно многим объективам единственное что вот мне не очень понятно почему при этом она устанавливается не ровно то есть да фокусировочные кольца у нас никак не влияют на эту крышку вот мы ее закручиваем и объектив у нас вроде бы вот вот так вот выглядит я не думаю что вы когда-либо купите фильтр на эту линзу но если вдруг вы захотите то здесь 39 размер также что интересно здесь поменялись местами диафрагма и фокус обычно у нас диафрагма расположена ближе к корпусу камера здесь она расположена наоборот ближе к крышке и фокус вот буквально у основания линзы впрочем никаких сложностей в управлении с этим нет нужно просто запомнить что они там и еще кольцо диафрагмы здесь с стопами то есть она крутится не плавно а останавливается на определенных значениях в принципе ну профессионалы видеосъемки обычно не любят подобные стопы это я считаю совершенно не страшно и на съемку никак не влияет нюанс заключается лишь в том что скорее всего вы не будете крутить диафрагму во время записи видео потому что эти стопы будут делать какое-то резкое движение резкий скачок ну и возможно это будет заметно что яркость меняется не плавно весит этот объектив всего лишь 180 грамм это очень мало минимальная фокусировка здесь идет от 28 сантиметров нельзя назвать этот объектив макро объективом конечно же но однозначно он позволит вам снимать ближе чем многие другие стандартные китовые объективы впрочем при диафрагме 1 и 4 а когда у тебя есть возможность ее поставить то ты конечно же просто не можешь удержаться и постоянно ее используешь так вот на диафрагме 1 и 4 бывает довольно сложно попасть фокусом в объект который находится близко объектив не пылевлагозащитный ну что собственно нормально для такой бюджетной линзы однако сделан он вполне качественно и если относиться к нему с ну скажем так бережно с уважением он долго прослужит поскольку ничего кроме стекла и металла здесь нет и ход обоих колец в принципе довольно аккуратный и приятный вполне бесспорно самым большим преимуществом этой линзы является но конечно же цена ну если учитывать что здесь диафрагма 1 и 4 и 35 миллиметров это ходовое популярное фокусное расстояние то это линзы скажем стоит просто ну гипер дешево и это одна из самых маленьких линз которую я когда-либо вообще держал в руках этот объектив сделан специально для и писи камер типа sony a6400 который очень популярны у блогеров у меня вот версия a6500 также она подходит для четыре третьих для canon и fm fuji x и других в общем вы найдете в описании для каких именно камер она подходит по ссылке ее цена для вашей страны конечно же я должен вас предупредить у этой линзы есть и свои недостатки хроматические аберрации например особенно когда ты снимаешь какой-нибудь очень такой контрастный объект на диафрагме 1 и 4 то их можно заметить очень-очень даже они бросаются в глаза также этот объектив делает винетирование хотя я как раз люблю такой эффект меня он не напрягает но когда снимаешь удачно и попадаешь фокус при диафрагме 14 получается отделить фон от основного объекта здесь скажем 9 лепестков диафрагмы ну что довольно хорошо и получается достаточно такое приятное баке а потом когда пересматриваешь то забываешь о недостатках этого объектива и радуешься линзе ну просто за копейки друзья это не идеальный объектив но за эти деньги это скорее такая приятная забавная тоже игрушка можно на него снимать в принципе видео это не проблема все что находится дальше трех с половиной метров можно поставить на бесконечность и снимать будет все в фокусе при 14 конечно же объектив выдает не такие классные значения не такую классную резкость ну скажем при 2 и 8 здесь уже прям все становится более-менее нормально на 4 диафрагме прям вообще все отлично кстати напомню что если говорить с точки зрения и пессе камер то 35 миллиметров это по сути такой стандартный объектив который стоило бы советовать покупать не знаю если у вас нет денег то мануальные да если есть деньги то можно купить автофокус на 35 миллиметров для пессе камера это прям самое самое хорошее фокусное расстояние я считаю потому что она подходит для большинства ситуации это в пересчете на полный кадр 50 миллиметров что считается стандартом для хорошего объектива который у вас обязательно должен скажем так быть и конечно же он будет снимать интереснее чем ваша китовая линза во многих ситуациях друзья я надеюсь это видео было вам полезным поддержите его лайком мы еще будем снимать видео о том какие объективы стоит или не стоит брать конечно же это линза на любителя а потому что линзы без автофокуса это определенная определенный фетиш для съемки и нужность им приноровиться с другой стороны цены на не автофокусные объективы они значительно ниже увидимся в следующем видео а 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 Продолжение следует...